Уважаемые телезрители, в сегодняшней лекции будут рассмотрены следующие вопросы. Первый вопрос. Система принципов уголовного права как фактор обеспечения законности норм общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. И второй вопрос. Значение принципа законности для норм особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, первый вопрос, напомню, он нами обозначен как система принципов уголовного права, как фактор обеспечения законности норм общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Норм общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Я не буду в настоящей лекции касаться вопросов теоретического понимания принципов, системы принципов. Мы только с вами отметим, что Уголовный кодекс Российской Федерации содержит ряд принципиальных положений, о которых мы скажем ниже, которые влияют на нормы и особенной, и общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Здесь вот это важные принципиальные положения. Каким образом это влияние осуществляется? И прежде всего нужно сказать с позиции законности. Это влияние с позиции законности. Потому что иногда в учебной, в научной литературе мы наблюдаем по отношению к принципам уголовного права, на мой взгляд, несколько, может быть, не совсем такой адекватный подход. Все-таки норма под номером 3 – это принцип законности. У нас статья 3 посвящена принципу законности. Статья 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но вот почему-то многие авторы говорят, что главным все-таки принципом является справедливость. Другие говорят, что это гуманизм. Понятно, конечно, и гуманизм, и справедливость – это серьезные положения уголовного закона, которые пронизывают все институты, все нормы уголовного законодательства. Несомненно, да? Но, на мой взгляд, все-таки принцип законности, я считаю, это один из направляющих принципов. Вот что понимается под этими принципами, в частности, о которых я говорил, мы сейчас с вами и разберемся. Итак, первый принцип, мы начинаем с которого сегодняшнюю лекцию – это принцип законности. Вот та статья 3, которую я уже упоминал. Этот принцип имеет две составляющих. Первое составляющее – преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим кодексом, то есть только кодексом, уголовным кодексом. Еще раз подчеркну, преступность деяния, а также его наказуемость. То есть то, что считать преступлением, а то, что считать не преступлением, можно узнать в Уголовном кодексе. Другими словами, нет преступления без специального упоминания о том в соответствующем законе, в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вторая составляющая этого принципа гласит, что применение уголовного закона по аналогии не допускается. Ну вы понимаете, аналогия это схожие нормы, но либо в других институтах права, либо в других законах. Поэтому, вот если уже перекликается с первой нормой, с первой частью статьи третьей это положение, если нет в Уголовном законе той или иной нормы об уголовной ответственности за конкретное деяние, то, соответственно, искать эту норму в других отраслях права, допустим, в административном, в гражданском, налоговом, бессмысленно. Это нормы совершенно другие. Это нормы, которые регулируют административную ответственность, гражданскую ответственность, но ни в коем случае не уголовную. Так же, как и наказание. Другое дело, есть проблема, когда мы говорим о принципе законности по отношению к нормам общей части. Мы сейчас говорим только о нормах общей части, о тех нормах, которые имеют некоторые положения, которые свойственны всем институтам уголовного права и распространяются на институты, в том числе и особенной части. В чем здесь проблема? Как связаны, допустим, принцип законности с положениями, допустим, освобождения от уголовной ответственности или с положениями освобождения от наказания или с другими институтами? Просто если мы рассматриваем такой в комплексный подход, то этот принцип законности говорит о том, что нельзя решить судьбу уголовного дела, допустим, освободить виновное лицо или причастное лицо, что здесь можно так говорить, да, к совершению конкретного преступления без нормирования, без ссылки на конкретную статью общей части уголовного права. Допустим, примирение с потерпевшим. Есть такое основание освобождения от уголовной ответственности в том случае, если обвиняемый примирится с потерпевшим. Претерпевший не будет возражать, обвиняемый загладит вред, причиненный преступлением, небольшой или средней тяжести. Причем это преступление должно быть совершено впервые. Вот если подобное не сходится, то есть либо преступление совершено не впервые, уже ранее судимый, оказывается, обвиняемый за другие, может быть, преступления, или за такие же преступления, аналогичные преступления. Либо он совершил преступление средней или тяжести, или тяжкое преступление. В этом случае ни следователь, ни прокурор, ни судья не вправе применить положение общей части уголовного кодекса об освобождении от уголовной ответственности. Как мы говорим, поскольку содержание этой нормы не соответствует конкретному деянию, а также личности лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, ну и так далее. Также нормы, или вернее, это даже принцип распространяется на другие нормы общей части уголовного кодекса. Допустим, нельзя считать необходимой обороной убийства человека, безоружного, который ни на кого не нападал. Просто из хулиганских побуждений, допустим. Здесь, если не было тех составляющих элементов, признаков необходимой обороны, то есть, когда обороняющемуся угрожала какая-то опасность, ну, прежде всего, опасность для его жизни и здоровья, если эта опасность была наличная, то есть, нападение было реальным и действительно угрожало жизни и здоровью обороняющегося, только в этом случае можно говорить о том, что гражданин находился в состоянии необходимой обороны. И положение, предусмотренное статьей 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, могут быть к нему применены. В противном случае лицо должно нести уголовную ответственность за то деяние конкретное, которое он совершил. Если убил человека, значит, должен отвечать за убийство. Если причинил вред здоровью какой-то тяжести, да, то отвечать за соответствующее преступление. И так далее, да. Вот в этом заключается значение принципа законности для норм общей части Уголовного кодекса. Следующий принцип, который мы с вами рассмотрим, это принцип равенства перед законом. Принцип равенства перед законом. Статья 4 определяет, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельствах. А также других обстоятельств. Видите, здесь в законе, в этой статье дано перечисление тех, может быть, критериев, которые не должны учитываться при применении Уголовного закона. Но это если речь идет о нормах, прежде всего, особенной части. А как учитываются ли в нормах общей части данные положения? Здесь, конечно, есть и положительные, можно так сказать, варианты ответа, и отрицательные варианты ответа. То есть, всеобщего какого-то равенства, конечно, достичь нельзя. Но прежде всего, это равенство предусмотрено в зависимости от возраста лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, то есть впоследствии виновного. Уголовный закон устанавливает, а возраст привлечения к уголовной ответственности, этот возраст равняется по общему правилу 16 годам, но может быть исключение как в одну сторону, так и в другую. Допустим, этот возраст может за наиболее актуальные преступления снижаться до 14 лет, допустим, за кражи, за убийства. То есть, такие бытовые, наверное, преступления, характер которых лицо понимает достаточно рано. Что красить нельзя, что нельзя совершать другие насильственные действия, другие действия насильственного, в том числе, характера. Это, так сказать, в обыденном понимании, это уже на достаточно раннем возрасте усваивается. Другое дело, что есть преступления, которые связаны с занятием определенных должностей, так называемые должностные преступления. Здесь возраст уголовной ответственности, наоборот, повышается. В некоторых случаях даже существенно. Допустим, нельзя занять должность судьи и, соответственно, совершить преступление против правосудия, находясь в должности судьи, будучи судьей, не достигнув 25-летнего возраста. Или нельзя занять другую государственную должность, не достигнув 18-летнего возраста. Или там военнослужащие, да, как правило, это лица от 18 лет и старше. Хотя закон, еще раз подчеркиваю, в общей части не называет такие возраста, вот конкретно там 18-25 лет, говорит о том, что это специальный субъект, который должен отвечать тем критериям, которые предъявляются к специальному субъекту в нормах отраслевого законодательства. Допустим, законе о статусе судей Российской Федерации и других законах, регулирующих порядок принятия на должность, на деление должностными полномочиями. Следующий момент, как распространяется этот принцип. Ну, все делятся, как я уже говорил, на лиц, подлежащих уголовной ответственности в силу, значит, уже определенного возраста и не подлежащих уголовной ответственности в силу недостижения возраста. Из тех лиц, которые подлежат уголовной ответственности, выделяют группу несовершеннолетних, которые не достигли 18 лет, то есть достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, но при этом еще не достигли совершеннолетия, то есть 18-летнего возраста. В данном случае законодатель установил некоторые превенции, может быть, так можно сказать, для этих лиц. Ну, а эти превенции многоплановые, это и особый порядок, наверное, может быть, освобождение от уголовной ответственности и наказание, это и, наоборот, может быть, особый перечень наказаний, в свою очередь, которые применяются к несовершеннолетним. Допустим, несовершеннолетнего нельзя судить пожизненно, нельзя применить смертную казнь в отношении несовершеннолетнего, ну и так далее. А те наказания, которые применяются, они специально определены в нормах общей части УК, те имеют некоторую такую гипертрофированную, может быть, содержательную сторону. Ну, допустим, по лишению свободы на определенный срок, это снижение по общему правилу размера наказания до 10 лет лишения свободы, да, а в некоторых случаях и до 6 лет лишения свободы. Поэтому в данном случае вот таким образом сроки меняются, да, и в других наказаниях меняются прежде всего сроки. Ну, и если это наказание связано с некоторыми имущественными потерями, то могут изменяться и суммы, допустим, да. Вот таким образом все-таки нельзя дифференцировать абсолютно всех лиц, подлежащих уголовной ответственности одинаково в зависимости от возраста. Также нельзя дифференцировать и в зависимости от должностного положения, потому что у нас есть государственные чиновники, то есть должностные лица, которые должны отвечать и по особым статьям закона. С одной стороны, их закон и защищает несколько более, наверное, усиленно. С других позиций и требования к ним достаточно более серьезные, ну, допустим, это и совершение взятки, то есть дача взятки, если это совершено должностным лицом, особенно если это получение взятки, которое может совершить должностное лицо только, да. В этом случае предусмотрена повышенная уголовная ответственность. Время совершения преступления тоже военнослужащий, допустим, в период боевых действий несет также повышенную ответственность в рамках уголовного кодекса, подчеркиваю, не в рамках каких-то чрезвычайных мер, а именно в рамках уголовного кодекса, но повышенную уголовную ответственность, да, совершения преступлений в боевой обстановке. Для этого, конечно, нужно этот режим обязательно ввести, да, в режим это ввести. Есть и другие критерии, которые не всегда можно учесть, ну, допустим, при реализации закона и при нормировании. Этот критерий, допустим, половой признак для женщин в уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены, так же, как и для несовершеннолетних, предусмотрены некоторые превенции. Это возможность также не быть наказанными более самыми такими строгими видами наказания, допустим, лишением жизни, да, высшей меры наказания. Также это особый порядок, или, вернее, особые основания в связи с наличием детей в возрасте до 14 лет, особые основания освобождения от уголовного, извините, освобождения от наказания. Вот в этом, да, заключается некоторый статус женщины по отношению к статусу осужденного, осужденного или привлекаемого к уголовной ответственности взрослого мужчины. Есть у нас и лица, страдающие душевными болезнями, не лишающими их вменяемости в полной мере, да, то есть здесь то же самое, требуется индивидуальный подход. Следующий принцип, это статья 5, принцип вины. Принцип вины. Надо отметить, что этот принцип такой является краеугольным, наверное, для российского уголовного права. Этот принцип обозначает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия или бездействия, и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. И второе положение. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. Не допускается. Вина. Это психическое отношение лица, то есть в данном случае виновного лица, совершившего преступление к содеянному, то есть к тем действиям, которые он совершил, и к тем результатам, которые возникли в ходе этой преступной деятельности, или противоправной деятельности, да, и к последствиям, значит, этой деятельности. Поэтому психическое отношение, которое определяется как волевым, так и интеллектуальным критерием, то есть лицо должно осознавать, что оно совершает противоправные действия, и волевой критерий – это желать совершения этого действия, если это материальный состав, то и желать наступления каких-то последствий, да, вот в виде, допустим, завладения чужим имуществом, или причинения смерти другому лицу, да, то есть убийца хочет убить, причинить смерть, лишить жизни умышленно другое лицо. В этом случае мы говорим о принципе вины. Что такое объективное вменение? Объективное вменение, оно в некоторых, наверное, случаях возможно в нашем административном праве. Иногда раздаются призывы и к объективному вменению в уголовном праве. То есть речь идет о возможности, теоретической возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. Либо душевнобольных. Вот в Америке, возможно, такая формулировка приговора – виновен, но безумен. То есть государство порицает и признает лицо виновным, соответственно, за конкретное действие. Допустим, безумный выскочил из психиатрической больницы, воспользовался, может быть, какой-то замешательством медперсонала, накидывается на первого встречного, поперечного прохожего и душит его, убивает его. В этом случае этот душевнобольной, явно невменяемый, по российскому законодательству не подлежит уголовной ответственности. Да, если результатом этого действия была халатность медицинского персонала, то будет нести конкретный сотрудник этого персонала уголовную ответственность за халатность, который допустил возможность именно вот кратковременного как-то покидания, можно сказать, душевнобольным пациентам территории или даже здания психиатрической больницы. Но сам душевнобольной, поскольку он уже душевнобольной и не понимал характер действий, и не мог руководить своими действиями, то не подлежит уголовной ответственности. В Америке же приговор может быть совершенно другим, виновен, да, там присяжный, кто скажет, виновен. Но при этом суд установит его душевную болезнь, то есть невменяемость, и в этом случае поправит присяжных. Но безумен, да, в этом случае конкретный срок наказания душевнобольной будет отбывать в психиатрической больнице. Также решается вопрос и с привлечением к уголовной ответственности юридических лиц. Неважно, кто совершил, допустим, преступление, массовое отравление, да, допустим, молоком, конкретный работник, конкретное должностное лицо, либо это группа людей в некоторых европейских странах, в Америке. Зачастую не надо устанавливать вину конкретных людей, а можно возложить ответственность, подчеркиваю, уголовную ответственность на юридическое лицо. Конечно, юридическое лицо нельзя посадить в тюрьму, поскольку это организация, но юридическое лицо можно расформировать, можно переориентировать на другие виды деятельности. Самым таким распространенным наказанием в этом случае являются штрафы. На юридическое лицо можно наложить солидный денежный штраф, да, чтобы не повадно было. Ну, а как уже я говорил, можно и запретить осуществлять определенные виды деятельности. Если других видов деятельности нет, то, естественно, деятельность этого юридического лица попросту прекращается. Попросту прекращается. Это, естественно, не мешает привлечению к уголовной ответственности уже по субъективным критериям конкретных виновных лиц. Конкретных виновных лиц. К счастью, может быть, к сожалению, в уголовном праве мы подобной статьи не имеем. У нас, наоборот, принцип вины действует. Но в административном праве такие дефиниции или нормы существуют, допустим. Отвечает за нарушение определенных правил техники безопасности, пожарной безопасности. Не только конкретное должностное лицо, но и в целом юридическое лицо, на котором были допущены эти нарушения. Фактически это и есть объективное вменение вины. Когда водитель управляет транспортным средством и нарушает правила дорожного движения. То же самое работник ГАИ, который привлекает виновного к административной ответственности. Вину этого правонарушителя уже предполагает изначально, она презюмируется, если не будет доказано иное. Вот вам это тоже самое элемент, так сказать, некоторый элемент объективного вменения. Следующий принцип. Принцип справедливости. Я уже говорил вам об этом принципе, что такой принцип многие считают круеугольным принципом. В чем он заключается, каково его содержание. Часть первая определяет, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми. То есть, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. А также, никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Дважды за одно и то же преступление. Таким образом, законодатель, говоря о справедливости в уголовном праве, исходит из критериев, прежде всего, характеристики личности виновного, то есть характеристики подсудимого, ну и впоследствии, может быть, осужденного, и совершенного им общественно опасного деяния. То есть, значимости для государства, общества и личности этого деяния, его общественной опасности. То есть, вредоносности, вредности для государства. Таким образом, государство порицает не само деяние, да, как таковое. Естественно, оно просто запрещено уголовным законом под страхом наказания, а порицает саму личность. Вы спросите меня, а каким же образом этот принцип нашел свою реализацию в нормах общей части? Очень просто. Допустим, то, что связано с наказанием, вот те нормы, которые имеют и общий, и частный характер, и связаны с наказаниями, да, то есть, из каких критериев исходит судья при назначении наказания? А вот как раз-то из принципа справедливости. То есть, чтобы наказание отвечало и характеру личности, учитывало его некоторые критерии содержания этой характеристики. Допустим, семейное положение, наличие или отсутствие работы, наличие взрослых или, может быть, несовершеннолетних или малолетних детей, ну и так далее. Да, вот эти вот критерии. Вы спросите, а хорошо ли это или плохо? У нас доходит до смешного ведь иногда. Человек попал под следствие, но адвокат ему говорит, слушай, тебя от тюрьмы может спасти рождение ребенка. И мужчина где-то либо вступает в брак с женщиной, подвернувшейся ему под руку, да, договаривается о рождении ребенка, и после этого, естественно, самое главное, чтобы вот эта беременность или роды наступили до суда, да, или вот, может быть, даже лучше в момент суда и так далее. То есть до вынесения приговора и назначения наказания. И в этом случае он получает некоторые превенции в виде освобождения от наказания, может быть, да, сокращения сроков наказания. То есть эти обстоятельства являются смягчающими обстоятельствами для наказания, ну и, соответственно, учитываются, обязаны быть учтены судом при его назначении. Хорошо ли это и плохо? Во многих странах, допустим, как в Америке, такие показатели не учитываются, а учитываются только показатели, связанные с самим преступным деянием. Но эти критерии не учитываются в нормах общей части, поскольку все запрещенные деяния находятся в особенной части. Поэтому в данном случае здесь только в общих чертах это может регулироваться, что ответственность должна учитывать общественную опасность совершенного преступления. А вот характеристика личности, она прежде всего предполагает отношение к закону в прошлом, да, то есть наличие или отсутствие судимости. Если судимость такая есть, то когда она была, сколько времени прошло между этой судимостью, отбытием наказания, да, и новым совершением преступления. Вводится такое понятие привычный преступник, то есть когда человек, не успев освободиться из мест лишения свободы, тут же, даже не доехав, может быть, до дома, зачастую совершает преступление вновь, да. Вот это уже характеризует его как личность антиобщественную, да, и должно, антисоциальную, да, и должно учитываться в нормах общей части Уголовного кодекса Российской Федерации. Норма хобби. Кроме того, мы с вами наблюдаем положение, запрещающее дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление, дважды наказывать. Но при этом, уважаемые телезрители, я акцентирую ваше внимание на той проблеме, что это не мешает несколько раз, вернее, к одному лицу применять несколько видов наказания. Но самое главное, чтобы они были из разных отраслей права. Допустим, можно не только к уголовной ответственности привлечь лицо в рамках уголовного процесса, да, но и назначить ему административное наказание, а также гражданское, допустим, наказание. То есть материальную ответственность возложить за тот вред, который был причинен преступлением. А если это преступление связано с преступлением, деянием против общественной безопасности, то можно дополнительное наказание, но оно не дополнительное, конечно, будет здесь считаться, да, а в административном праве, что ни на есть, самым основным, да, лишение права управлять транспортным средством на определенный срок, допустим, да, вот такие вещи. Следующая норма, это статья 7, принцип гуманизма, последняя, да, статья, принцип гуманизма, который определяет, что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека, обеспечивает безопасность человека. Наказание, иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства. Или унижение человеческого достоинства. Таким образом, вот нормы статьи 7 Уголовного кодекса, как правило, они распространяются на нормы особенной части, ведь там содержатся конкретные наказания, да, но и в нормах общей части, в тех нормах, которые содержат понятия наказания, цели наказания, которые содержат перечень наказаний, обязательно учитываются нормы статьи 7, обязательно положение статьи 7. Поскольку, вот если мы посмотрим перечень наших наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом, то нет там таких, как были раньше, допустим, там, клеймения или членовредительства, там, за кражу, допустим, первоначально отрубается палец, потом правая ладонь, потом левая ладонь, да, то есть членовредительства у нас запрещено. Зачем мы будем плодить преступников, инвалидов, да, туберкулез есть для этого. Но именно вот здесь вот нельзя совершать, предусматривать такие наказания в Уголовном кодексе, которые были связаны с причинением вреда жизни и здоровью виновного. Ну, конечно, есть причинение вреда жизни, это смертная казнь, но, тем не менее, она, пока у нас не применяется, правда, да, но только за ограниченный круг преступлений по принципу Талиона. Око за око, зуб за зуб, то есть только за преступление против жизни, преступление против жизни. Убил, ну, так, несколько человек, да, там, одного это маловато, там, двух и более лиц. Ну, тогда можно или по заказу, из корыстных побуждений. В этом случае, возможно, и ответная реакция государства по отношению к лицу, совершившему данный поступок, да, данное общественно опасное деяние. Самое тяжкое преступление, присусмотренное российским законодательством. Что еще хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание, рассматривая вот такой принцип, да, статью седьмую? Прежде всего, это возможность, наверное, возможность, да, корреспонденции этого принципа, принципа, все-таки, установленного статьей седьмой, в нормы других отраслей права, ну, в том числе, в уголовно-исполнительный кодекс, да, в уголовно-исполнительное право. Поскольку это право тоже должно соблюдать гуманное начало, при уже не назначении, не нормировании наказаний, а при их исполнении, при их исполнении. Вот, это важный принцип, важный принцип. Итак, вопрос второй, заключительный вопрос. Значение принципа законности для норм особенной части УК. Вот я напомню, о чем мы с вами, чтобы вы так не упустили, наверное, вот эту ниточку нашей сегодняшней с вами беседы, напомню, что мы с вами рассматривали проблемы влияния, сами принципы уголовного права и их отдельные влияния, потому что говорить об этом можно бесконечно, влияние на нормы общей части, да. А теперь мы говорим о влиянии конкретного принципа, принципа законности на нормы уже особенной части. В этом случае влияние, конечно, этого принципа обширно, поскольку и норм-то много, да. И вот, все это влияние можно свести к двум, наверное, положениям. Прежде всего, это общее положение. Общее положение, оно связано с тем, что принцип законности определяет, что исключительно федеральным законодательством, причем уголовным законодательством, да, регулируется ответственность лица за совершение преступления. Напомню, что мы живем с вами, уважаемые телезрители, в федеративном государстве, и каждый субъект федерации наделен правом принимать свои нормы. Но вот нормы, касающиеся уголовной ответственности, принимаются только федеральным законодательством и должны обязательно быть включены в Уголовный кодекс Российской Федерации. А иначе эти нормы не действуют. То есть, допустим, власти какого-то либо субъекта федерации, или республики, или край, или область, или города федерального значения и так далее, да, они не вправе касаться вопросов уголовного права. Им делегировано нормирование в области административного права, но уголовное право находится в исключительном ведении федерации. Вторая группа, а это уже более многочисленная группа положений, нами именно обозначена как частные положения. Нами обозначены как частные положения. Их больше, еще раз подчеркну, да, к их числу следует отнести. Первое. Принцип законности обладает, обязывает законодателя и правоприменителя учитывать следующие требования. Первое. Приоритет международного уголовного права перед национальным. Приоритет международного права перед национальным. Ну, мы с вами собрались, уважаемые телезрители, такое знаменательное, наверное, время, когда Российская Федерация решила присоединиться к конвенции по борьбе с коррупцией. Европейской конвенции, да. Вот что будет за этим. За этим нужно пересматривать наше уголовное законодательство, которое, по мнению экспертов, европейских экспертов, зарубежных в целом экспертов, не соответствует этой конвенции, которая не предусматривает каких-либо особого статуса государства, которое подписало данную, ратифицировало данную конвенцию. Если есть во многих оговорки некоторые, которые возможны при подписании того или иного международного договора, то в этом случае, значит, конвенция не предусматривает. Если боремся с коррупцией написанной, так надо бороться на тех принципах, на тех положениях, которые предусмотрены в данной конвенции. И не изобретать, как они думают, я так думаю, велосипед, да, велосипед. Поэтому скажем сразу, что на наше отечественное законодательство, особенно в уголовное законодательство, нормы международного права, принципы международного права имеют опосредованное влияние. То есть, вот конвенция ведь не сегодня была принята, поэтому, а мы к ней присоединились только в этом году. Значит, долго думали. Значит, о чем это говорит? О том, что на наше уголовное законодательство нормы международного права действуют только в том случае, если они будут не просто подписаны нашим государством, то есть президентом или другими органами власти, а будут восприняты нами, то есть легализованы, введены в нашу правовую систему посредством ратификации, присоединения и ратификации через парламент, Государственную думу, Совет Федерации. То есть, вот законодательный орган признает эту конвенцию на нашей территории, и она становится составной частью нашего уголовного права. Но, опять же, не непосредственно, а опосредованно через изменение норм уголовного права. Но априори мы признаем, да, приоритет, поскольку Конституция, у нас все-таки лекция конституционный принцип законности, мы здесь с вами должны четко понимать, поскольку Конституция отдает приоритет нормам международного права, значит, и уголовное право, как одна из отраслей российского права, также должна следовать этому принципу. Второе положение. Подконституционность уголовного закона. Подконституционность уголовного закона. И сразу следующее положение. Обязательная письменная форма уголовного закона. Обязательная письменная форма уголовного закона. Но прежде всего о подконституционности нашего закона. Что в этом случае понимают в теории права? А то, что те нормы, которые содержатся в особенной части А, должны соответствовать нашей Конституции, если Конституция запрещает какие-либо действия, то и они не должны быть предусмотрены в Уголовном кодексе. С другой стороны, есть и обратная связь, когда Уголовный кодекс защищает конституционные положения. Борьба с экстремизмом, борьба с терроризмом, борьба вообще в целом с преступностью, борьба связанная с защитой прав и свобод законных интересов граждан ведется в том числе, вот эти права, которые предусмотрены в Конституции, ведется в том числе и уголовно-правовыми средствами. Следующая дефиниция, это, как мы говорили, обязательная письменная форма закона. Обязательная письменная форма закона. Это говорит о том, что закон выражается у нас только в письменной форме, принимается по определенной процедуре и облекается форму закона. То есть, закон это форма жизни права, форма жизни в том числе уголовного права. Если закон у нас издается на каких-то других носителях, то он не имеет юридической силы. Все официальные издания у нас письменные. Парламентская газета, российская газета, собрание законодательства Российской Федерации, где печатаются изменения, дополнения, внесенные в уголовный кодекс, равно как и раньше был напечатан сам уголовный кодекс. Все печатаются в письменном виде. Следующее положение из частных, это кодификация норм об ответственности за преступление. Кодификация норм. В этом случае речь идет о том, что все изменения и дополнения, которые принимаются в сфере уголовного права, обязательно должны быть внесены в уголовный кодекс. Не может быть у нас два уголовных закона, а у нас только может быть один. Хотя говорят законодательство, но это законодательство кодекс и законы о внесении изменений в этот кодекс. Следующее положение. Криминализация только деяний, причиняющих вред интересам личности, общества и государства. И также надо отметить следующее положение. Запрет судебных прецедентов как источника уголовного закона. Как источник уголовного закона. И запрет толкования теоретиков как источника уголовного закона. Последняя дефиниция за предприменение уголовного закона по аналогии. Мы с вами вот об этом говорили. А вот предыдущие, они, извиняюсь, о том, что теоретики, мы об этом тоже на предыдущей дефиците с вами говорили, судебные органы, теоретики дают только рекомендации, предположения, не являющиеся обязательными, и на них нельзя ссылаться при принятии того или иного решения по уголовному делу, а только на уголовный закон. На этом, уважаемые телезрители, время сегодняшней лекции подошло к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.